Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Уже 10 марта, но ничего не изменилось. Видите, у нас на улице буран, метель, снег идет, ветер штормовой. МЧС предупреждает, что лучше не выходить из дома, никуда не уезжать из города. Остается одно, ухаживать за растениями, любоваться ими. И вот сейчас я хочу снять небольшое такое короткое видео, но оно, скорее всего, предназначено совсем-совсем для начинающих, потому что кто хотя бы год-два повыращивал томаты свои, они уже знают про эти, как вам сказать, ну про фиолетовый окрас и стволиков, и листиков. И вот сейчас мне уже опять начали приходить вопросы, почему у меня томаты фиолетового оттенка. Мы сейчас поговорим на эту тему. Я вам покажу свои фиолетовые томаты. Но скажу сразу, что фиолетовый цвет стволиков, а иногда даже листиков. Вот у меня листики здесь не фиолетовые. У меня нет ярких примеров фиолетовых листиков, но фиолетовые стволики сейчас покажу. И скажу сразу, что фиолетовый цвет стволиков может быть только по двум причинам. Или это характеристики сорта у всех томатов синеплодных, бордово-черных, с антоцианами вот этими. У них у всех при рождении синие и фиолетовые стволики. Вторая причина это недостаток фосфора, фосфорное голодание у рассады. Но фосфорное голодание может быть опять же по нескольким причинам. Вот основные две это или действительно фосфорное голодание, как истинное, явное, когда в почве не хватает фосфора. Ой, смотрите, вот они мои фиолетовенькие, вот прям аж синий такой. Или в почве не хватает фосфора, или корневая система не может усвоить этот фосфор, даже если он там есть из-за холода. Иногда бывает, эти две причины соединяются вместе, то есть даже три. То есть, смотрите, если он сам по природе синеплодный, если еще в почве нет фосфора, если его еще поставили на холодное окно, тогда он, конечно, будет фиолетовый. Но я сейчас расскажу вам, как определить, или он от холода, или он по сортовым характеристикам, или от недостатка почвы. Смотрите, вот явный пример. У меня в одном лотке разные-разные. Вот это вот иностранцы я вам показываю. И смотрите, вот этот вот сильно фиолетовый, вот он он. Рядом стоит нефиолетовый, и с этой стороны нефиолетовый мы видим. Смотрите, что петух, он нефиолетовый, и Валентино нефиолетовая. А вот этот с нерусским названием, который, не буду рисковать читать, но не важно, он с фиолетовым стволом. Значит, скорее всего, он посинел не от холода, и не от того, что там нет фосфора в грунте. Раз рядом стоящие, видите, они с зелеными стволиками, все. Значит, он по натуре вот такой, фиолетовый. Скорее всего, у него или синий плод будет, или черно-синий, или какой-то там. Ну, короче, вы поняли. Это, значит, характеристика сорта. Вот определяем. Если в одном лотке у разных сортов томатов у одних стволики фиолетовые, а других нефиолетовые, значит, это не вы не виноваты, вы не поставили его на холод, вы не вина ваша, что вот грунт неправильно сделали, он такой и есть. Если бы, например, все-все, вот видите, мы идем сейчас вот по этим иностранцам, какие-то прям вот темно-темно такие, как аж чернельного цвета, а какие-то не очень. Но так как здесь очень много новых, вот видите, написано розовый сибирский тигр, он, скорее всего, не красноплодный, он прям ярко выраженный, прям у него черный почти ствол, так как я их характеристики не знаю, я по ним судить не буду. Вот если мы перейдем дальше в мои томаты, вот стоят при этих же условиях, это вот, ну, простые, сибирские, изобильные, чудо земли, Вова Путин. Мы видим, что здесь у них стволы не фиолетовые, я не знаю, видно вам или нет, но они светло-зеленые, обычные стволики. Значит, и в грунте есть фосфор, и им не очень холодно, не очень холодно, несмотря на то, что за окном завывает, у них здесь нормальная температура, у меня вот градусник лежит, 20 градусов. Все вот это вот для тех начинающих, которые некоторых пугает, вид вот этих фиолетовых, чернильных таких стволиков. Ой, что на улице творится, ой-ой-ой-ой-ой. Бедные помидорки, когда мы их будем высаживать, через месяц им надо уже переезжать на постоянное место жительства, в теплицу, а за окном ужас ужасный. Вот это Сибирский регион, Алтайский край, 10 марта.